Мы провели маленькое исследование с точки зрения кастома Джорни. Мы находились в районе Курской, пошли в одно отделение, мы увидели кейс такой, мы юридическое лицо, которое хотят открыть, это про то, что альфа для бизнеса, да, хотят открыть расчетный счет и уйти из Бребанка. Ну, вот такой простой кейс, такой простой сценарий. Это то, чем я занимаюсь с утра до вечера, вот такие сценарии прокручиваю. И ребят вовлекло, вот они в восторге. Мы идем мимо и мы видим, что там есть обслуживание юридических лиц. Проходим мимо одного отделения, вот, не видно, да, абсолютно. То есть, вы видите, я иду мимо и не идентифицирую это отделение банка, как банк, который обслуживает бизнес. Ну, мы идем дальше, тут рядом, слава богу, есть еще одно отделение. Оно уникальное, альфа-банк, родители будущих банк. То есть, брендинг просто, причем это буквально, то есть, все читается, читается реально, как одно, альфа-банк. Да, это... Да-да-да, это альфа-банк. Мы много детей будущих мам, заходим. Здесь начинается очень смешная история. Я хочу взять талончик, и девушка мне говорит, вы знаете, не берите талончик, вам ждать целый час перед вами три человека. А сидеть негде, и она говорит, у нас все тесно, и в принципе, вам не стоит нас ждать. Я говорю, мне вот надо счет открыть, все то. Она говорит, ну а что вы хотите? Я говорю, ну дайте хотя бы документы. Вот, стою, жду, пока мне распечатывают документы. Они такие, ну ладно, дадим вам документы. При этом, при всем, они нам говорят, вы пройдите, посмотрите, там есть такой тачскрин экран, и я думала, что может быть, да, там клавиатура такая. И я думаю, может быть, я могу с этого тачскрина отправить себе на почту список документов, которые нужны для открытия счета. Ну, то есть, альфа-банк, стоит этот тачскрин, вот эта вот вся клавиатура. Какие-то буклеты я пыталась найти, где прям как инструкция, что нужно, чтобы открыть счет там в альфа-банке. Ну, то есть, вот такие темы. Ладно, следующая тема. Они нам говорят, вы все-таки вернитесь в тот офис, там есть девушка, которая принимает юридические лица. Я говорю, а как нам узнать, точно есть она или нет? Они говорят, ну дойдите и посмотрите. То есть, в этот момент мы, значит, идем обратно и все-таки возвращаемся. И в этом офисе не работает электронная очередь, нам говорят, зайдите туда под лестницу, там живая очередь, мы туда проходим, а там вот такая живая очередь. Вот, мы там садимся, и при этом мы начинаем просто сходить с ума от того количества вот этих рекламных роликов, которые абсолютно не в брендинге Альфа-банка. Это какие-то мультяшные женщины, женщины, которые держатся за шею и говорят, вся семья держится на мне. Причем она стоит вот в такой позе. И, ну, это вообще какой-то трэш. Следующая тема очень интересная. Это про то, что мы пытались тоже что-то сделать в этом тачскрине, ничего не получилось, то есть там где-то ошибка, видите, не работает, да, то есть как бы вот такой у нас опыт. При этом мы хотим войти на сайт, но нам предлагают тут же какой-то оцените Альфа-банк, да, то есть тут такая очень интересная тема. Ну и вот это было самое смешное. Стоял iPad, на котором абсолютно не было понятно, для чего он используется. Нам девушка давала формы по поводу банковских продуктов. Альфа-банк. Названия тарифов для бизнеса такие. Электронный, торговый, быстрый и базовый. И как это относится к Альфа-банку? Ну, то есть вы представляете, она нам распечатывает одну таблицу, говорит, ой, это не та, это старые тарифы, я вам сейчас новую распечатаю. Ну и в завершении мы говорим, хорошо, дайте нам список документов, которые нужны для открытия счета. Она распечатывает огромный список и говорит, вам тут все не надо, тут от вас только три пункта, я вам сейчас отмечу, а все остальное банк сделает сам. В общем, в результате мы потратили на этот опыт порядка полутора часов, потому что пока ходили туда-сюда. И вот это тоже самое интересное, что мальчикам понравилось, девушка в красном пальто, они посчитали, что это брендинг. Тоже, смотрите, очень смешная в середине реклама, я не знаю, тут агентство, кто это делал, какая карта вам подходит. У меня реально ощущение, что чем больше кредитных карт, тем меньше денег у меня на то, чтобы вообще что-то было в гардеробе. Ну, то есть, да, если у вас будет много кредитных карт, у вас ничего не останется в гардеробе. Ну, вот мы завершаем, прямо буквально одну минуту. Расскажу, как мы сейчас там с ребятами общаемся, да, вот есть некое обещание бренда, есть коммуникация, они абсолютно все разноплановые, то есть с точки зрения покупателя, они ничего мне не дают. Я уже не говорю там про атмосферу, но тем не менее, если говорить про атмосферу, то, что мы видим, как должно быть отражение, вот это подтверждение бренда-лидера Альфа-банка. Это простая навигация, светлое пространство, причем мы считаем, что это должны быть зоны, где человек может находиться, в зависимости от того, какое время там, короткое время, длинное, или там совсем долгое, это должна быть звукоизоляция, потому что эти ролики бесконечные, какие-то люди со своими проблемами, нет шума, минималистичный интерьер, возможно, даже дзен, и какой-то легкий футкорд, потому что, в принципе, если я энергетическое лицо и прихожу открыть счет, я там как минимум час провожу, ну, вот, чтобы тоже было понимание. Если, ну, вот, примерно мы видим это так, если мы говорим про продукты, то это инфографика, это чек-листы, это название, которое действительно соответствует бренду, это четкое позиционирование относительно конкурентов, и ассистанс очень простой и понятный, то есть я считаю, что все-таки Альфа, это первая буква в алфавите, и все должно быть просто как А, Б, В, Г, Дейка, да, ну, вот, если мы говорим про русское что-то, это должно быть понятно даже ребенку. Ну, соответственно, интерфейсы какие могут быть, да, то есть мы здесь тоже такой, как бы, мы провели мини такой дизайн, потом фингинг включили, и подумали, а как бы мы могли выглядеть, если бы мы действительно были Альфа-банком. Это все инфографика, вот, еще очень важная вещь, это про персонал, мы абсолютно не увидели амбассадоринга никакого, хотя я считаю, что вот это то, во что надо вовлекать людей, и то, что действительно должно быть прямо вот, ну, не на уровне того, что как мы рады вас видеть, потому что девушка была очень грустная, и она нам все время говорила, может, вы завтра придете, вот завтра Николай будет работать, в общем, он, типа, вам больше подскажет. То есть, ну, вообще-таки курьезы, и, очень важна такая тема для меня, ну, то, чем мы еще занимаемся в Experience Lab, мы выстраиваем такое эмпатичное обучение для продавцов и вообще для персонала, если мы говорим про культуру объятий, то это точно то, что стоит добавить и в банки тоже, да, то есть, мы говорим про некую эмпатию, это все на самом деле сейчас очень простые технологии, поэтому приглашаю вас вот поэкспериментировать. Все, мы завершаем, держи. В общем, вот такие вещи я предлагаю делать, и у меня огромный просьбок брендинговым агентствам, вот на ребят как-то я уже могу воздействовать, не сдавайтесь и предлагайте клиенту все-таки идти дальше, идти в Experience Design, не только в бренд-дизайн, да, а в Experience Design, и я считаю, что это будет давать вот такие яркие, вкусные бренды, яркие, вкусные результаты.